Документальный фильм о тиграх Перебежал дорогу в неположенном месте, проверил придорожные заборы и шлагбаумы. Сам того не понимая, перепугал все Приморье. Сразу два видеоролика появились в интернете в течение суток, где отчетливо видно, что крупная кошка гуляет в городской среде, а не в тайге. Авторы кадров, снятых видеорегистратором автомобиля, тут же прописали место встречи. Город Артем, район улицы Берзарина, неподалеку от магазина Кошелка. От Владивостока это примерно 50 километров. Следующий вопрос, который волновал общественность, точно ли это тигр? На информационных порталах даже организовали голосование. Кого на видео видите вы? И несколько вариантов ответов, среди которых даже домашний код-мутант. Все слухи опровергли специалисты, которые внимательно изучили видеозаписи. Так сотрудники нацпарка «Земля леопарда» довольно быстро определили, что это не их профиль. Научные сотрудники «Земля леопарда» изучили полученные от очевидцев кадры и установили, что на записи запечатлен именно амурский тигр, а недальносущий леопард или какая-либо другая кошка. В этой версии согласились и специалисты центра «Амурский тигр». По оценке большинства экспертов, это молодая усыпь амурского тигра. Соответственно, на место происшествия выехала группа по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком охотнодзора Приморского края, которые на месте попытались собрать возможные следы присутствия хищника, просить местных жителей. Правда, специалисты, отправленные на место, так и не нашли признаков того, что дикая кошка по-прежнему в этих краях. Поиски сильно осложнил дождь, смывший все следы. Ситуацией с поиском тигра заинтересовались и местные жители. К спецкруппам охотнодзора никто из добровольцев присоединяться не стал. Активность и участие проявили, не выходя из-за собственных компьютеров. Например, спорили, как лучше назвать – Барсиком или Василием. Наверное, с сафари-парка убежал, козлы достали. Водитель остановился тигра покормить? Рыжик в магазин за вискосом побежал. Обычный вечер в Владивостоке. Откуда взялся этот зверь и почему подошел так близко к жилым массивам, пока не ясно. Все специалисты в один голос трубят – осторожный хищник редко выходит к людям. Такое возможно, если это домашний питомец, сбежавший с частного подворья от своего владельца. Об этом говорит его боязнь городского шума. Тигр передвигается скрытно, стараясь не показываться людям. Среди местных жителей нашлись и те, кто уверен – тигр сбежал из зоопарка, который как раз находится в пригороде Владивостока. Пересчитывать животных туда отправилась наша съемочная группа. Как видите, наши тигры все на месте. Я сам удивился, когда увидел тигра откуда здесь. Скорее всего, из природы. Возможно, кошка вышла из леса за добычей. Местные кабаны часто разоряют огороды, чтобы полакомиться картошкой. И хищник вполне мог пойти следом за ними. Впрочем, никаких сообщений о пропавшем урожае и тем более убитых домашних животных в округе не поступало. Как и сообщений, что тигра видели еще где-то. Основная версия, что хищник коротковременно пребывал в населенном пункте и сейчас снова в лесном массиве, который, в принципе, соединен с основным ареалом тигра. Об угрозе для населения специалисты пока не говорят. Однако всех убедительно просят. Если такая встреча все-таки произойдет, не стоит подходить к животному близко. Хищник всегда остается хищником. Лучше сразу обратиться в МЧС или в полицию. А автомобилистов просят соблюдать скоростной режим. И не только для спасения себя и своих близких, но и для защиты редких животных. Предупреждение вполне обосновано. В Хасанском районе было уже несколько случаев, когда на большой скорости машины сбивали дальневосточных леопардов. А в целом, по последним подсчетам, на Дальнем Востоке на сегодняшний день проживает более 500 особей амурского тигра. Поэтому подобный выход большой кошки на федеральную трассу и к населенным пунктам вполне ожидаем. Так, например, несколько лет назад все обсуждали видеозаписи с поселка Заводской, где тигр мерился храбростью с маленькой собачкой. А больше года назад весь город напугали другие кадры. Якобы тигра засняли в районе спортивного комплекса «Фетисов арена». Тигра. Вообще огонь. Красава. Тигра увидели и засняли местные жители. В интернет кадры выложили друзья очевидцев. Масса комментариев, паника среди местного населения. Однако специалисты эту версию тут же опровергли. Под сомнение попала не только местность, но и временные рамки кадров. Посмотреть на картинку, посмотреть на уровень снега, на растительность, на крутизму слонов, и вы поймете, что такого ландшафта нет. На том хесте, где предполагалось. И все же, несмотря на довольно частые сообщения о прогулках тигров в населенных пунктах, сами местные жители таких встреч не боятся. Во всяком случае, на словах. Нет, не страшно. Конечно, прикольно, наверное, сразу фотографировать. Очень маленькая вероятность, что кто-то кого-то встретит. Почему так думаете? Ну, потому что раньше в тайгу ходил. И за грибами, и на рыбалку. Ну, даже местные жители всю жизнь прожили, тигра не видишь. Если вижу, испугается, конечно, так как-то. Об этом, если не думать, не знаю, вообще не боюсь. Тигр такая умная кошка, что не пойдет туда, где много людей. За то, что он был в Артеме. Я думаю, он очень быстро оттуда убрался. Я не боюсь встретить тигра, наоборот, была бы рада его встретить. В конце концов, я из Артема. А когда в городе можно увидеть ни одного и ни двух, а сотни тигров, так это на ежегодном карнавальном шествии в конце сентября. Когда тысячи людей объединяются, чтобы напомнить себе и общественности. Сохранить дикую кошку может только человек. Инна Щедрова, Александр Бартовщук, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова